Добрый вечер, дорогие друзья. Это радио «Серебряный дождь» в Барнауле. В эфире, наконец-то, программа «А так ли это?» в студии Алексей Васильевич Капранов и Мария Макарова. Добрый вечер, Алексей Васильевич. Добрый вечер. Ну, по объективным причинам нас не было в эфире аж три недели. Кошмар. Боюсь, многие из нас забыли за это время, что думать это полезно. Сегодня мы напомним. Начинать будем постепенно, я думаю, чтобы мозги сразу не вскипели с непривычки. И сегодня будет легкая тема, но весьма и весьма интересная, я думаю. Где-то пикантная. Многие, может быть, из вас знакомы с ней не понаслышке. Вот как раз узнаем из сегодняшнего эфира. В общем, как бы мы на свою жизнь порой не жаловались, отдыхаем мы периодически. И даже не просто дома у телевизора. Если случается. Ну, да. Но все-таки бывает. Хоть раз в жизни. Есть что вспомнить. И отдыхаем мы, если уезжаем куда-то там на курорты, в санаторий. И это прекрасное время. Это не только пляж и купание. Это еще и новые знакомства, которые частенько могут перерасти в курортный роман. Итак, тема нашей сегодняшней программы – курортный роман. Вот. Поэтому сообщаю все наши телефоны. 65-8105-08-125 бесплатный Билайн. 00-22 бесплатный Мегафон. ICQ 440-124-022. И смски. Присылайте на номер 8-913-020-22-21. Смски по цене вашего сотового оператора. Ну, вопросы какие? Свои задам, а вы уж там свои, Алексей Васильевич. Да, пожалуйста. Может, совпадет. Зачем нужны эти романы? Какова их продолжительность? Каков вообще смысл подобных мимолетных связей? Как думаете, кто чаще крутит романы во время отдыха? Мужчины или женщины? Вопрос, наверное, такой немного провокационный. И, знаете ли, стоит ли рисковать и отпускать мужа или жену, одну или одного, в отпуск далеко? Вот такие вопросы у меня. Еще добавить, чем чреваты курортные романы и каковы они по продолжительности? Имеют ли они какие-то последствия? Но это нам может сказать только тот человек, у которого опыт есть, понимаете? Может, был курортный роман, и вот он сейчас живет долго и счастливо. Более того, когда заходит речь вот о таких курортных романах или еще, момент сразу очень интересный всплывает, сразу всплывает столько моралистов, и говорят, ай-яй-яй, это очень нехорошо, это только вот распущенные люди и так далее, и тому подобное. Это особенно, когда появилась песня у Сергея Трофимова, «А впереди еще три дня и три ночи». Сколько он там всего выслушал, он говорит, ну ведь это же есть, я это описал. Да, и это, между прочим, было в Советском Союзе, мы сегодня вспоминали прекрасный фильм «Любовь и голуби». Ой, да. Эх, Вася, Вася! Оторвать бы вам все эти органы. Да. Так это было не только в Советском Союзе, это всегда есть и всегда было, и всегда, к сожалению, будет. Как не нравятся тем, которые считают, что этого не должно быть, но тем не менее это есть, было и будет. Ну хорошо, на ваш взгляд, если это было, есть и будет, значит, оно зачем-то нужно? Да. Или по каким-то причинам возникает? По каким, на ваш взгляд? По каким причинам? Или, может быть, мы, у вас, дорогие радиослушатели, тоже звоните, сообщайте, каковы причины-то этого распутства? Ой, ой, именно распутства, да. Но это называется отрыв. И поэтому желательно оторваться, а оторваться от всего, от того образа жизни, в котором мы живем и так далее. То есть перейти в другой образ жизни, в другое измерение. И тогда там освобождается столько энергии. Господи! Там же, ну, там все по-другому. Вы сейчас говорите так, как будто курортные романы – это хорошо. Ну, это вкусно. Это действительно вкусно. Я вспоминаю, как я ездил первый раз на море. Это мне было 20 лет. И вот это даже состояние. Ты приезжаешь, и уже все. Такое ощущение, что все здесь дышит сексом. Все. Причем дышит и вот... Это у нас в России было? Ну, да. Это Гизельдаре между Туапсе и Сочи. Там был такой санаторий. Я сейчас не знаю, есть, нет. Сколько лет назад ты был? Ну, 15... О, 15... 25. 25 лет назад. То есть еще в Советском Союзе? Очень в Советском. О, еще как. Очень и еще как. Я, слава богу, даже был, скажем так, тогда свободен. Совершенно не женат. И даже... Еще и даже девушки не было. То есть вот... Ну, совершенно свободен. И тем не менее... Вам и полагалось по всем статьям этим заниматься, понимаете? Не девушки, не жены. Нет. Отпуск. Да. Пахнет. Все пахнет. Ну, так это все правильно и хорошо с моральной точки зрения. Я не знаю, там... Тогда еще я был молодым, юным моралистом тоже, как положено. Но вот это состояние приезжающих туда... Вот именно состояние. И тогда, прям по-честному, помню, в юности прям так влюбился прям по-настоящему. И курортный роман закончился тогда вот... Ну, очень больно. Очень больно. Прям... Ну, самая настоящая влюбленность в то время была. Это сейчас со смехом смотришь туда-назад. И понимаешь, что курортные романы, к сожалению, долго не длятся. Ну, так вот, какой в них плюс-то получается? Потому что первый минус – это то, что даже если ты не женат, полностью свободен, а девушки у тебя нет и ищешь ты, ты открыт для любви, вот эта любовь у тебя случается, и она через две недели, условно говоря, и заканчивается. Смысл не ясен. Минус. А затем, если человек женатый или замужняя женщина, ну, это все... Понятно, что это тоже минус. Я не знаю. Потому что это измена, о которой мы, правда, уже говорили. Да. Сейчас не будем вдаваться в подробности, что это такое. Если я сейчас опять начну спорить, что такое измена, да? Да. Нет, ну, хорошо. То есть пока, получается, два минуса. Два минуса. А плюс, если к тому, что оторвешься хорошенько, потом еще и по врачам будешь ходить. Тоже минус. Я вижу пока одни сплошные минусы. Поэтому в рестораны ходить не следует. Когда счет приносит, это такой минус. Но люди туда почему-то ходят. Нет, ну мы пока о взаимоотношениях людей все-таки говорим, а не о финансовой стороне. Так я не говорю о финансовой стороне. Это, опять же, минус. Если смотреть только минусы, понимаете, не существует ни одного образа жизни, такого, где бы существовали только плюсы, и не было минусов. Не бывает. Так я же не говорю только одни минусы. Вы мне объясните, каковы плюсы. Плюсы? Так это же, ну, ой. Уважаемые радиослушатели, у кого были такие шикарные романы, о которых до сих пор помню? Думаете, нам сейчас позвонят и скажут, ой, меня вот, здравствуйте, меня зовут так-то. Да. Жену или мужа моего зовут так-то. У меня был курортный роман тогда-то, тогда-то. Когда я был уже женат, да? Понятно, что не скажут. Но, тем не менее, очень интересно. Денис написал, а зачем нужны курортные романы? Ну, вот мы у вас, друзья, спрашиваем. На курортах отдыхать надо от романов в том числе. А, то есть вы успели в серые будни все сделать. Ну, понятно. Так, Семен пишет. Тоже почему-то вопросы задают. Мы вас спрашиваем. А разве курортный роман не может перерасти в более серьезные отношения? Вот, Алексей Васильевич, ваш опыт. Как правило, нет. Ну, а почему? Не хочется, конечно, вашей... 90% Вашу биографию. Нет, это не моя биография, потому что это потом мне пришло. Мне просто интересно, почему ваша влюбленность не переросла в серьезные отношения? Если вы действительно были влюблены. География, что ли? Влюбленность. Присловутая география? Во-первых, влюбленность и любовь – это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Потому что это страсть, это юношеская, это... А любовь – это гораздо теплее, основательнее, надежнее. Это совершенно другие чувства. Это как, понимаете, костер и спичку, которая вспыхнула. Сравнивать. Это разные, это совершенно разные ипостаси. Так обычно влюбленность перерастает потом в любовь. Для этого нужно время общения друг с другом. Да, да, да. И еще дрова. То есть топливо для любви. А чем хороши... То есть топлива априори в санаториях нету? Или как? Ну, там спички. Как раз мы вспыхиваем так ярко, как бенгальские огни. Прямо, ах, красиво. Только вот согреться этим – это очень красиво. Это феерическое такое состояние. Это состояние... Ну, во-первых, действительно отрыв. Именно почему люди и ездят-то на курорт, и желательно подальше от дома. В принципе, курортный роман можно испытать, выехав за 20-30 километров. Не важно куда. В Бобровку. В Бобровку. Курортный роман в Бобровке. Главное, чтобы вот этот момент – оторваться. То есть... Такой термин-то интересный. Он вроде как молодежный, понимаете? У нас в клубах отрываются обычно. То есть взрослому человеку это тоже необходимо. Тем более необходимо. Тем более необходимо. Только условий больше для отрыва. Вот именно условий больше для отрыва. То есть декорации все поменять жизненные. Да, да, да. Образ вообще жизни, в принципе. Особенно если мы вспомним предыдущие наши разговоры по поводу того, что вспомнить шекспировское выражение. Вся жизнь театра, люди в нем актеры, и каждый не одну играет роль. И мы как-то разговаривали про то, что мы играем роли социальные, межличностные, внутриличностные. У нас... Вот мы все застряли в этих ролях. И чем хорош курортный роман? Мы выезжаем, а там ролей нет. Там не надо играть роль. Там есть какая-то роль отдыхающего, но как ее играть и что там делать? Более того, якобы и даже и положено. Такой легкий флирт, но без захода глубоко. Вот. И поэтому мы играем всего одну роль, и все остальные роли нам поддерживать не надо. Декорации совершенно другие, они не поддерживают те роли. И получается и смена декораций, и ничего не напоминает. И когда мы выезжаем туда, такое ощущение, что мы переместились просто в другую жизнь. А в другой жизни нет таких запретов. Каждая роль – это же определенный запрет. Запрет на поведение, запрет на желание, запрет на даже чувствование того или иного. Потому что каждая роль – это своеобразный мотивационный тоннель. То есть в этой роли я не имею права не хотеть, ничего не думать, не мечтать даже о другом. И поэтому хотеть что-то другое, отличное от роли, считается преступлением. В моем подсознании. А когда я выезжаю туда, и у меня нет этих запретов, запретов, и тут вся наша вот та энергетика, все наши скованные желания, которые мы себе не разрешили, они настолько начинают лезть наружу, и это как вот собака, которую долго держали на цепи, потом спускают поводок, а она дур-дурой мечется во все стороны, сразу хочет забег в ширину совершить, и как-то вот чаще всего делает очень много глупостей. И поэтому самое печальное, что вот во всех курортных романах много глупостей, особенно мы их принимаем, а не потому что по силе-то они очень мощные, это же много сдержанной энергии, которую мы давно не тратили. А тут она выплескивается с такой силой, и люди разваливают схеми, люди думают, что вот оно наконец-то свершилось, это настоящее чувство, и когда я потом это... Что ж хорошего-то, ужас какой-то. Где? Все равно контроль должен быть. Наверное, должен быть. Я сейчас опустила вас с небесной земли. Да, пожалуйста. Меня? Хорошо, я опустился с небесной грешной земли. Конечно, контроль желателен. Именно желателен. И я даже за то, чтобы контроль... Желательно вообще не терять голову. Хотя, с другой стороны, половина говорит, если нечего терять, то голову не потеряешь. Хорошо бы ее, конечно, потерять, но чтобы последствий потом не было. Вот прям совсем идеальный вариант. Ну, как угадать? У нас есть звонок. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Ой, убавьте, пожалуйста, радио. Да-да-да-да. Как вас зовут? Меня зовут Юрий. Да, Юрий. Как бы сам я не совсем сторонник, но у нас такая идея. Запрещать курортные романы или не запрещать... Это равносильно сказать, давайте не будем кушать мороженое. От него будет ангина. А там, может быть, что-то покруче ангины, Юрий. А вы голову-то при себе держите все равно. Так что... А как вы считаете, кто чаще, у кого чаще бывают курортные романы? У мужчин или у женщин? А тут, скорее всего, равносильно. Потому что, если у мужчины курортный роман, наверное, с женщиной все-таки, а у женщины, наверное, с мужчиной. Ну, хотя бывают и исключения. Поэтому... А тут, что удивительно, мы как бы зациклены в жизни в определенных ролях. Там действительно, да, люди. А вы мне скажите, пожалуйста, вы свою девушку или жену отпустите одну отдыхать? Да. Угу. Спасибо. Спасибо, Юрий, большое за звонок. До свидания. У нас далее рекламная пауза, и буквально через две минутки мы вернемся в студию. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. В эфире программа «А так ли это?» в студии Алексей Васильевич Капранов и Мария Макарова. Мы сегодня, накануне отпусков, может быть, кто-то сейчас в отпуске или только что приехал, говорим о курортных романах. Вопросы вам, зачем нужны такие романы? Какова их продолжительность? Каков смысл? Как думаете, кто чаще крутит эти романы во время отдыха? Мужчины или женщины? И еще, стоит ли рисковать и отпускать мужа или жену одного или одну без вас в отпуск? Вот смс-ка «А озеро с пляжем под Барнаулом курортом считать?» Нет, не считать. Почему? Надо быть далеко от дома, понимаете? Вот расстояние в километрах... Ну так, у моста закрутишь, Роман, и что, декорации те же, люди те же, домой пришел все то же, угрызение совести и так далее. Какой же это отрыв-то? Я не знаю. Можно оторваться, отойдя в соседний дом. Господи, вот умение отрываться и есть, наверное, самое главное умение переключиться из одного образа жизни в другой. Симеон пишет, «Нас заедает бытовуха и однообразие. Быть может, курортный роман может стать хорошим поводом как-то отдохнуть, отвлечься от этого, а для партнера сигналом к тому, что, может, стоит, наконец-то, изменить что-то, перезагрузить отношения. Тата пишет, «Недавно была в Турции. Мужчины-турки знают о русских женщинах, моралистках. И знакомясь, рассказывают одинаковые истории. Я вдовец, один воспитываю ребенка. Сам Бог послал мне встречу с тобой». Вот, вот, вот. На жалость давят. Действительно, уже знают русских женщин. Ну, просто надо знать те условия, которые вскрывают вот этот вот табуированный ящик, когда и звучит вот это сакраментальное слово «можно». И вот это «можно», оно срывает крышу и так далее. Ну, сейчас немножечко самую малость понаучничаю, а потом опять вернемся к жизни. Откуда берется и почему срывает крышу? К сожалению, вот про основной инстинкт вернуться от опасного в сторону полезного мы уже говорили. Так вот, этот инстинкт, он действует во всем. И действует до наших мозгов, до интеллекта. Это гораздо глубже и надежнее. Так вот, у нас там записано «Очень опасна потеря или нехватка». Любая. Неважно чего. И очень полезно в запас. Очень полезно в запас. И дальше, к сожалению, очень простенько. То есть, как только у нас появляется какое-то напряжение, для снятия этого напряжения нужно какое-то действие. То есть, я что-то вот, мне захотелось хлебнуть, у меня во рту пересохло, я даже не напрягаю какое-то сознание свое, я спокойно хлебнул, утолил, даже не жажду, а просто сухость во рту снял. Вот это напряжение у меня снялось. И все. Но, когда это напряжение сразу снять невозможно, то есть, я сижу на каком-нибудь собрании, а там вот в президиуме пьют минералочку, а я сижу в зале. И я посмотрел, там вот так хорошо глотают, так вкусно пьют, и вот мне бы всего один глоточек. Но я не имею возможности. И дальше, к сожалению, у меня появляется чувство. А чувство – это когда уже есть желание чего-то. Чувство жажды. Да. И вот по окончании собрания мне уже не хватит одного глоточка. Почему? Потому что дальше насыщение идет по принципу, как в формуле. Х единиц действия умноженное на время ожидания. Чем дольше я жду, тем больше мне нужно будет воды. Я начинаю пить про запас. И я уже покупаю… Какие прекрасные метафоры. Ну да. Я начинаю поить мозг, а вода льется мимо. Вот. И а если я еще себе беру и говорю, что я не хочу пить, я вообще не обращаю на это внимания и так далее, и стараюсь не замечать это, и более того, есть чувства, которые ну неприлично испытывать, то есть сознание не обращает на них внимания, но тем не менее эта программа, она, как вот на компьютере, она не выключена, всего лишь свернута, и счетчик щелкает. И тогда это уже появляется еще одно переживание, называется состояние. Вот есть чувство голода, а есть состояние голода. Чувство голода – это когда голодный человек, а состояние голода – когда голодающий. И так вот, для удовлетворения голодающего нужно бесконечно много, потому что там счетчик уже столько нащелкал, и тогда даже короткий намек для того, чтобы появилось это чувство, называется искушение. И мы говорим, не искушайте, а то я с собой не справлюсь. И называется, голову как раз теряем, срывает крышу и так далее, там много всяких разных терминов. И чем дольше мы это терпели, этот голод, тем хуже получается результат. И было такое красивое выражение, на приглашение отобедать обижается только голодающий, голодный радуется. Потому что голодающий, он боится, что он не справится со своими, ну скажем, с контролем, со своим, со своим поведением. И его занесет, и он начнет есть очень неприлично, и неприлично себя вести. Так вот, это описано во многой и литературе особенно именно связано с голодом. Так вот, из голода надо выходить очень постепенно, очень постепенно. А так как голод на отношения это тоже голод, и голод на вольное поведение это тоже голод, голод на свободу, голод на ну на вольную жизнь или как на детство. Мы настолько запретили себе хотеть, и эти чувства там настолько долго сидели, и мы уже боимся себе разрешать. И иногда вот это вот, а вдруг я захочу? Я говорю, понимаете, вы себе давно можете признаться, что вы себе давно хотите это. Вы это хотите, только не разрешайте признаться себе, что вы это хотите. Потому что, если эта программа всплывет, я не смогу ее контролировать. Актеров специально учат есть жадно захлебывать, чтобы изобразить, насколько человек не контролирует себя в голоде. Так вот, то же самое и здесь. Но человек, боясь, именно боясь то, что у него сорвет крышу или то, что у него потеряется контроль над ситуацией, он начинает защищаться изо всех сил. И он начинает осуждать то, что его может к этому даже приблизить. И вот тут наступает еще самый интересный момент. Мы начинаем защищаться агрессией против того, чего очень-очень хотим. и вот тут самый, вот первый признак, как только моралисты говорят, что вот так нельзя, это значит у этих людей что-то в голове со своими желаниями очень напутанно. Он сам боится, что не дай Бог, он разрешит себе это хотеть. Со мной иногда спорят, говорят, нет, такого не бывает. Я говорю, знаете, есть такое хорошее выражение, особенно на примере диет. Почему диеты не действуют? Потому что сознание мы сначала себе откладываем, нет, 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 мне нельзя, мне нельзя, нельзя. И как только мы себе разрешили, очень жаль. Тело быстренько догоняет то, что мы упустили, и берет еще и в запас. Те, которые садятся на длительные диеты, они начинают злиться на всех, кто на диетах не сидит. Потому что их искушают всеми какими-нибудь запахами, всеми этими красивыми блюдами. Есть красивое такое выражение, как пахнут котлеты во время диеты. И такое ощущение убило бы. Человек начинает злиться на то, чего он очень хочет. Но вот тут наступает еще одна интересная грань. Как только человек эту грань переступает, он понимает, что, а что толку держаться, все равно уже нарушил. и тут называется во все тяжкие. И вот теперь второй вопрос, который задавали, а кто чаще, мужчины или женщины? А тут, понимаете, даже я не знаю, конечно, как это связать с полом, можно, но я бы сказал так, чаще всего те, которые сильнее себе это все запрещали. Те, у кого жестче стояли запреты, у тех сильнее срывает крышу. Чем жестче конструкция, с тем большим грохотом она ломается. Но это мое мнение. Павел пишет, чтобы не сидеть на диете, нужно даже не тупо тренироваться, а просто больше двигаться. У меня родилась дочь и за два месяца походил на 4,5 килограмма. Нет, я не про то, что диета. Это как пример. А если действительно говорить о всяких курортных романах, какие-то профилактические действия есть для того, чтобы не сорвало крышу? Ой, это думать о последствиях. Вот не запрещать себе, причем самое страшное, чем сильнее запрет, тем сильнее изврат. Нет, ничего страшнее, чем говорить человеку слово нельзя. Слово нельзя это первый стимул к тому, чтобы он это сделал. Мы, к сожалению, так устроены. Павел также продолжает позволять себе, но по чуть-чуть. Ну вот как узнаешь по чуть-чуть, как позволять-то? Я не знаю, как позволять по чуть-чуть, не, я не знаю, что позволять и что не позволять. Понимаете, вот разрешить себе сначала хотеть, это первое. И более того, понять, что у нас есть понятие действия, есть понятие мотивации, что ты хочешь. Итак, дорогие друзья, напоминаю, мы сегодня говорим о курортных романах, зачем они нужны, какова их продолжительность, какой смысл вообще. И отпустите вы своего мужа или жену одного, одну в отпуск, алло, алло. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Юрий. Юрий. Вы знаете, насчет курортных романов не хотелось бы, а вот насчет запретов, можно? Можно. Вот дело в том, что меня мама с детства воспитывала, я взрослый, довольно-таки человек, она никогда не говорила мне, нельзя, вот это делать не надо. Она всегда приводила пример, вот один или два примера, ты сам выбирай теперь, как тебе делать. И вот у меня сейчас маленькая дочь, девятый год, и вот заходя в магазин, мне накроют, когда большинство, мам особенно, особенно мам, говорят, я сказала нет, я сказала нельзя, это все. А ребенок орет, урусит. А мы заходим в спокойный магазин, я говорю, вот куклу вот эту давай возьмем, я говорю, можно куклу за тысячу взять, а можно за 500, они одинаковые, а можно за 200. Только мы не поедем кататься на лошади, не купим мороженое, вот ты что выбираешь? А ребенок думает, думает и говорит, нет, давай вообще ничего не будем покупать, купи мне закупку и поехали. Вот выбор надо давать, никаких лет приучать. До свидания. До свидания. Павел пишет, либо позволять себе один раз чего угодно, но до тошноты потом не захочется 100%. Проверено. Это касается всего, чего угодно, не только чего-то вещественного. Наталья. До тошноты бывает очень опасно. По курортным романам Наталья нам написала анекдот целый. Решил мужчина проверить, кто вернее, жена или любовница. Отправил их в санаторий в соседние номера. Вот они обе вернулись. Встречается он сначала с женой, смотрит фотографии, видит на одной любовницу и спрашивает у жены, а это кто такая, что за интересная женщина? Жена отвечает, ой, ты знаешь, такая вертихвостка, то с одним, то с другим. Ладно, подумал мужчина, встречается потом с любовницей, видит на фотографии жену, спрашивает у любовницы, а что это за женщина? А любовница ей говорит, ой, ты знаешь, такая приличная женщина, с мужем приехала, с мужем уехала. Вот я видела. Итак, дорогие друзья, мы все-таки сегодня говорим о курортных романах накануне отпусков, в общем-то хочется о чем-то легком таком поговорить. Отвечайте на наши вопросы, как думаете, кто чаще крутит романы во время отдыха, мужчины или женщины, какова их продолжительность, зачем они нужны, и какой смысл вот этих самых романов, почему они случаются, как вы считаете? 65 81 05 08 125 бесплатный Билайн, 00 22 бесплатный Мегафон. Алло. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Раз уж вы там анекдоты рассказали по поводу тогда уж курортных романов. Вопрос простой. Запрещать, не запрещать, проверять, все это абсолютная ерунда. Вот мужчина заходит в купе, там сидят, интеллигентно, так по рюмочке коньячка выпивают, там шоколадкой закусывают, посмотрел на этого колхозника с чемоданами и думает его подколоть. Говорит, вот, а ты знаешь, жена во Франции была вот в Италии в этом году, не знаю, то ли в Испанию, то ли в Америку. Поро говорит, да у меня была в Америке, и вот в Испании, вы знаете, сейчас на Бали очень модно отправлять жену. А, и решили его подколоть. Говорит, извиняюсь, а вы куда свою жену отправляете? А он так стал, отдаел, актер сказал, говорит, а я жену никуда не отправляю, я ее сам. Да. Спасибо большое. Ну вот у нас пятиминутка такая легких анекдотов. Александр спрашивает, а как правильно вести себя, как правильно вести партнеру, например, узнав, что у второй половины был курортный роман или просто роман на стороне? Ну, во-первых, не существует понятия вести себя правильно. Не существует. Вот чем хороша природа? Почему все деревья правильные и нет ни одного похожего? Каждый живет по-своему. И только у людей есть такое понятие, как правильно и неправильно. Потому что, ну, существует направление в сторону к или в сторону от. То есть, мотивация избегания, мотивация достижения. А выбор пути у каждого человека свой и бесполезно кому-то какое-то подсказывать. Никогда опыт одного другому не подойдет. Опыт отрицательный иногда подходит. Вот посмотри, куда я вляпался. Если хочешь, можешь продолжить. Вот тогда, да, ну, можно даже повторить ошибки. Потому что и многие люди их хотят повторять. И говорят, это у вас, вас только мударит, меня нет. Потом... Ну, вот узнаете, что вы узнаете, что ваш партнер, партнерша вам изменил или роман там на стороне, как это называется? Курортный. Ну, курортный, курортный, неважно. Что вы будете делать? Ну, во-первых, если она вернулась ко мне, значит, я лучше. Значит, уже однозначно. Позитивненько. Да. Вот. Ну, переболеют, ну, куда ей деваться. Тяжело, конечно, ей будет. Я ей даже сочувствую очень. Потому что, вот, ну, понимаете, есть понятие пищи, а есть понятие лакомства. Понимаете, вот... Без лакомства-то никуда? Или можно обойтись? Я не знаю. Но если для нее это лакомство, значит, я не даю ей того лакомства, которое ей необходимо. А если она увидела мужчину, который лучше меня, то она вряд ли ко мне вернется. И смысл ее назад загонять... Поймите, когда... Вот я считаю, что это неправильная постановка вопроса либо-либо. Потому что есть несколько единиц измерения. Можно жить с человеком, можно не жить с человеком. Можно любить, можно ненавидеть. Можно быть любимым, можно быть ненавистным. И когда все эти три единицы измерения... Стоит ли жить с человеком, не любить, да еще быть ненавистным, тогда я не понимаю, зачем жить. И так далее. Там много всяких единиц измерения. Невозможно ответить правильно. И это всего лишь навсего границы. Это коридор. Там у нас звоночек. Алло. Вечер добрый. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Сергей зовут. Я в эфире, да? Да. Сергей был в эфире. Да. Вечер добрый. Марина Алексеев Васильевич. Давно вас не слышно было. Вот. Мы в эфире. Да, да. И еще маленькое замечание. Я за рулем был, не успел телефон записать. И вот все сидел, ждал. Вот сейчас принесли. Ну, а по вашей теме... Ну, конечно, интересная тема. Ну, в общем-то, не знаю, как бы выразить там для себя или для всех, или для кого-то. Ну, должны быть какие-то свои границы, рамки, приличия там, в том числе, тормоза. Запрещать бесполезно, конечно. Ну, контролировать, тем более бесполезно, я так думаю. Понятно. Смотря что контролировать? Ну, в данном случае свою половину подразумевает. А, половину? А самого себя? Ну, да, действительно. Желательно. Ну, как бы, конечно, все это абстрактно, на самом деле. И зарекацию, и тем более глупо. В общем-то. Ну, если честно, у меня не было возможности, я как бы и море не видел в своей жизни, скажем так. Ну, тоже не проблема, на самом деле. Тут море и девчонок ходят, и на работе. То есть проблем, проблем это в этом нет. То есть тут действительно, наверное, уже от человека зависит, как оно и что. И воспитание, в том числе. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Итак, мы сейчас послушаем рекламу, и затем вернемся к нашим курортным романам. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня в программе «А так ли это?» говорим о курортных романах, как-то вот так получилось накануне отпусков. Выясняем, зачем они нужны, каковы их причины, как вы считаете. Как думаете, кто чаще крутит романы, мужчины или женщины? Наш телефон 658105. 08125 бесплатный Билайн, 0022 бесплатный Мегафон, ICQ 440-124-022. И смс-ки приходят, пишите их. 8-913-020-22-21. Смс-ки по цене вашего сотового оператора. Я в интернете наткнулась на одну из многочисленных статей о курортном романе, и пишет женщина, которая явно недолюбливает мужчин. Вот они явно что-то сделали, возможно, даже на том самом курорте. Очень интересно, статья, мол, женщины на самом деле невинные овечки, а вот все это коварные мужики. Это они совращают-то. Да, вот я зачитаю. Отрывок называется «Повадки активного ухажера». Активного ухажера можно определить уже по его взгляду. Где бы он не находился, на пляже, в кафе, на дискотеке, смотрит пристально, беззастенчиво, оценивающе. На пляж он пришел не купаться, температура воды его не интересует. В кафе он тоже не минералочкой балуется, он мучим, жаждой другого рода. Следующий его шаг непосредственно знакомство. Он делает это секунд за 30, а через 30 после того, как положил на вас глаз. Ведет себя напористо, уверенно и довольно грубо. Стандартные фразы. Я смотрю, вы скучаете? Вам не помазать спинку солнцезащитным кремом? Ой, куда это мы заплыли? Я могу быть вашим спасателем. Такое яркое солнце обожжет вашу нежную кожу и так далее. Будьте готовы к тому, что конфетно-букетная стадия будет недолгой. В ресторан вы уж точно не пойдете, да и на кафе можно не рассчитывать. Скорее всего, все ограничится коротенькой прогулкой по набережной и любованием закатом. В первый же вечер он попытается затащить вас в постель. И подлец, только он получит удовольствие. А женщина-то ни в коем случае. Она бедная овечка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот такая страшная история. Да, вообще страшная история. О коварных мужчинах. Павел пишет, можно сделать два вывода, либо развестись, либо решить, что ты имеешь право поступать так же без угрызений совести, если узнал про измену. Это вот по поводу сообщения Александра. А вообще, как говорят девушкам, девушка, все мужики изменяют своим женам, ну, естественно, кроме вашего. Есть у нас звонок? Нет у нас звонка, да? 85% женщин, едущих одних в Турцию, Гуа и Египет, едут туда изменять. Не специально, конечно, но особо не возражают. Вот такое тоже мнение от нашего радиослушателя. Когда меня спрашивают, кто больше виноват в конфликте, я сразу вспоминаю, есть такой даосский ответ, когда их учителей или монахов спрашивали, а кто больше виноват в этом конфликте? Те всегда задавали один единственный вопрос. А как звучит хлопок в ладоши одной рукой? Как мудро. Ну, да. Вот если ответить, и хочется сразу еще разбавить таким хорошим анекдотом, три женщины едут на юг, размышляют, думают, какие мужчины им нравятся. Одна говорит, мне нравятся вот спортсмены. Это красавцы, такие дисциплина, все. Вторая говорит, да не. Самое лучшее, вот это вот военные. Вот у них действительно дисциплина, и выправка, и все. Третья, не, девчонки, вот самое красивое, это индейцы. Вы чувствуете, какое спокойствие, такое вот волевое, мощь. Тут дверь в купе открывается. Разрешите представиться, мастер спорта, майор Чингачгук. Что для женщины не сделаешь? Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. Вот вы знаете, на ваш вопрос, что делать, хочется так и ответить. Это аналогичным образом отомстить. Поэтому здесь это уравнивает шансы, и, как говорится, никто ни клят, ни мят. Одна проблема всегда существует, а что за букет ты с собой обратно привезешь? Поэтому, в принципе, если мы говорим на такой фривольной теме, то главное, чтобы ничего не подцепить. это один момент. Второй момент. Вот в продолжении ангенотичной темы есть такой анекдот интересный о том, что теща и, соответственно, сноха поехали на курорт. И вот, значит, дело произошло таким образом, что они отдыхались и вернулись обратно и думают, а что же мы говорить-то своим мужьям-то будем? Он говорит, ну, не знаю, как ты будешь говорить, я скажу, что у меня там типа дядя умер. И что? Ну, ты как хочешь, на 9 дней обязательно полечу обратно. Значит, вот такая ситуация. Черный юмор какой-то. Да, да. То есть, использование всех принципов, это всегда было, если будет. Вопрос только другой. Для того, чтобы такого не было, нужно всегда проводить отдых вместе. И отрываться обоим. Да. Значит, хочешь по договоренности, хочешь вместе. По крайней мере, смена зрительной обстановки и также остальной приводит к лучшему ситуации, чем это делать так, что, извините, у меня работа, вот езжай одна. Или там, я поеду один, а ты, мол, тут воспитывай детей. Ну, естественно, это рождает в голове подозрения. А с другой стороны, конечно же, проще всего представлять фото или видеоотчет о проведенном времени. Подробный. Это самое, да. Кстати говоря, это рождает только доверие. Вроде и кажется так, вроде как бы смешно, а рождает только абсолютное доверие. Я вот ездил в командировку в Томск, привез с собой кучу фотоотчетов о том, что где мы были, что мы делали, как мы там замерзли, какая там погода, значит, мерзопакостная и в подтверждение привез, значит, ангину и сопли, как говорится. Поэтому, видите, значит, да, и поэтому все сразу понятно. И, кстати, отчет по растраченному бензину. И можно сказать так, что нам некогда там было отрываться налево и направо, была только работа. Понятно, Дмитрий. Спасибо большое. Поэтому призываю всех действовать так же. Спасибо. Ой, отчетов-то можно понаделать, господи, особенно в нашей стране, где отчет это самое главное искусство. Именно отчет. Неважно, вот есть понятие работа, есть понятие отчетность. И в каждом предприятии понимают, что работа и отчетность это совершенно разные ипостаси. Я вспомнила момент из фильма «Гараж», о том, как директор рынка подошла к гавту и сказала, напишите, что я, справку о том, что я провела здесь ночь с вами на собрании. Донате, возьмите, благоверная вы моя. То есть, вот отчетность, это, а уж фотоотчетность с нашим фотошопом, да я вообще везде был только в пустыне и только один, и только сам себя фотографировал. Интересно звучит в нашей 76-й программе. Ну да. Еще одно сообщение. Только вот беда в том, что русские мужики едут туда, имеется в виду, опять же, замечательные курорты Турции, Гуа, Египет и так далее, затем же, но хотят изменять с русскими девушками. Какое интересное наблюдение. А русские девушки не с русскими парнями. Кстати, все это со слов кучи знакомых и друзей, как женского, так и мужского пола, ездящих регулярно в эти страны. Я не знаю, я правда, я так давно не ездил никуда, поэтому не берусь судить. Вот у вас копится, копится все. Да, наверное. Мне проще. Мне достаточно выехать вон в Ребриху куда-нибудь, в Бобровку и так далее. И более того, как раз... А все мы тут, да, в Бобровках сублимируем. Стоит ли ехать так далеко? Потому что при выезде на лапу я уже почти на Черном море. Мне достаточно. У вас богатая фантазия. Богатая, очень богатая фантазия. И мне она спасает. Так вот, момент в чем... Сейчас бы хотелось чуть-чуть опять поумствовать. Можно, да? Да, конечно. Пока никто не звонит. У вас есть 7 минут. Ну и слава богу. Так вот, самое главное, самое главное, это то, что называется запреты. Я говорил, и тем не менее, хочу сказать. Чем меньше этих запретов, и еще один момент, это те условия, при которых мы разрешим себе счастье. К сожалению, вот когда человека спрашиваешь, а вот если бы, ну вот вдруг прилетел бы какой-нибудь там старик Хатабыч, в голубом вертолете? Да. И вот он бы сказал, вот что тебе надо? Вот что ты хочешь? И вы знаете, этот вопрос так ставит человека в тупик, мы даже не знаем, при каких условиях мы бы себе разрешили счастье. И поэтому желательно, а чтоб все не так. Вот все не так. И климат не такой, и погода не такая, и дома не такие, и люди, которые себе идеализируют, например, за рубеж, иногда приезжают и смотрят, что тут такие же дома, такие же номера, они так расстраиваются, и не могут получить счастье даже, заплатив бешеные деньги. Бешеные деньги. Они так долго копили, но вот условия, они-то думали, что там вот такая картинка, и там не люди, и там вот совсем все по-другому. Нет, а там все то же самое. Так вот, разрешить себе получение счастья, разрешить себе получение удовольствия, расширить этот коридор возможностей, тогда не будет стремления любой ценой. и зачем, и вот этот отрыв, он очень будет опасен, потому что кажется, вот там да. И второе, мне бы хотелось порекомендовать смотреть на цену. Чего? Какую? Любую. Вот не мыслить категориями нельзя или нельзя. Мыслить категориями всеми можно, все можно, но ты заплатишь вот этим, вот этим, вот этим. И любой образ жизни обязательно несет в себе кроме плюсов еще и минусы. Все имеет свою цену. Да. Так вот, к сожалению, мы выбираем не по плюсам, мы выбираем по тем минусам, которые мы согласны терпеть. Именно по минусам, которые согласны терпеть. И сразу посмотреть все минусы. Если тебя устраивают эти минусы, тогда смотри, решай, думай. и когда ты не запрещать себе хотеть, а то, что, как говорится, дохачивать до конца. Додумывай до конца, чем это закончится. И тогда не стоит, и не надо будет бороться со своими желаниями. Понимаете, любой запрет это запруда на ручейке. Ручеек это желание. И сначала маленькое желание, и ставишь-то вроде бы небольшую запруду. Совсем небольшую. Но тут же повышается уровень, и приходится запруду усиливать, и еще больше уровень, и еще больше запруду усиливать. А потом, когда эта запруда смывает, и прям такой поток. И потом, когда напор воды заканчивается, это все-таки ручеек был. Как еще уметь вообще научиться прогнозировать? Потому что есть же прекрасная поговорка «Знал бы, где упасть, да, соломы бы не хватило». Подстелил бы. У нас мы принимаем последний звонок, если можно, коротко. Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте еще раз. Да, мы с Машенькой с вами уже здоровались, но еще раз здравствуйте. Алексей Васильевич, вы абсолютно правы, когда говорите «можно все, только спроси себя, а нужно тебе это?» Да, да, да. Вот, это во-первых. А во-вторых, вот помните, как-то я однажды говорил, какие в армии самые жестокие, самые такие дедовые деды, это те, кто в свои молодые годы был чуханум. Вот они потом отрываются, когда становятся дедушками, они отрываются на молоднике. А кто с первого года жизни, с первого дня службы жил, более-менее нормально, он жил с достоинством. Они не бывают жестокими дедами. И точно так же здесь, когда приезжает человек в отпуск и пускается во все тяжкие, значит, здесь он под таким жестоким женским каблуком был, бедолага, что он пытается наверстать за две недели отпуска то, чего он был лишен, например, пять лет, десять, когда он в отпуске был последний раз. Вот и все. А если человек живет свободно здесь, ну и какая разница, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть от перемены местонахождения тоже качество не улучшается. Да. Вот и все. Спасибо, Сергей. Ну что, будем заканчивать. Я лично для себя сделала вывод один, что отдыхать нужно. Отдыхать нужно вместе со своей второй половиной. Я не знаю. И регулярно. А желательно отдыхать еще не выехав здесь. Вот разрешить себе... Хорошо. Сказано. Да, разрешить себе выключиться из этих ролей, из этих обязанностей. Просто посмотреть на этот мир другими глазами. Более того, учитесь у детей. Почему дети счастливы? Они каждый день просыпаются, для них каждый день это новый день. И они даже на одну и ту же вещь смотрят по-другому. Они не застревают в этих ролях. В Барнауле 6 часов вечера практически уже, поэтому закройте свою роль рабочую. Забудьте о ней до 9 утра. Есть хорошее упражнение. Попытайтесь прокатиться в автобусе по родному городу, как будто вы едете совершенно по чужому городу. А еще представьте, что вы даже не знаете этих букв. А у меня так часто бывает, когда выезжаю за центр. Как в другом городе и люди-то другие кругом. Вот. Отлично. Спасибо большое всем за участие в нашей сегодняшней программе. Встретимся в следующий понедельник. Счастья вам. Счастья вам. Счастья вам. Счастья вам.